Как покупать с кэшбэком Backit от EPN на Алиэкспресс? Всем привет и давайте начинать! В этом видео мы с вами посмотрим, как можно дополнительно экономить при покупках на Алиэкспресс. В этом нам поможет сервис, который называется Backit. Ссылка на сервис находится в описании под данным видео. Что делает сервис, что позволяет он делать и как, собственно, экономить? Все просто. Используя сервис Backit и совершая покупки в известных и популярных магазинах, в том числе на Алиэкспрессе, часть денег вам будет возвращаться на счет Backit, откуда вы сможете в дальнейшем их вывезти удобным для вас способом. То есть вы покупаете на Алиэкспрессе, подключая сервис Backit, платите деньги Алиэкспрессу, а часть денег вам возвращается вот сюда. Да, действительно, никакого обмана нет. Это кэшбэк-сервис. Сейчас они популярны и Backit является одним из самых популярных. Его особенность в том, что на Алиэкспрессе у него, на мой взгляд, один из самых больших кэшбэков. Мы находимся на главной странице, и вот сразу можно увидеть, в каких магазинах можно этот кэшбэк самый получить. На Алиэкспрессе кэшбэк составит до 90% от стоимости покупки. Ну, то есть представьте, вы покупаете товар, и в каком-то случае вам 90% может вернуться на счет сюда, и отсюда вы выведете на свой уже электронный кошелек, либо банковскую карту, как удобно. Также здесь огромное количество магазинов. Вы можете нажать на кнопку «Все магазины здесь», либо «Магазины в меню сайта», посмотреть. Покупать в этих магазинах нужно онлайн, и тогда кэшбэк засчитается. Спускаемся ниже. Самое главное, что нужно вам изучить до того, как вы будете пользоваться, это раздел «Вопросы-ответы». Объясню, почему. Для того, чтобы кэшбэк засчитался, как это все работает, вы переходите по партнерской ссылке Бэккета на соответствующий сайт. То есть либо это Алиэкспресс, либо это МВидео. Но мы говорим об Алиэкспрессе в первую очередь. Переходите по партнерской ссылке. Далее вам нужно совершить покупку. Как правило, проблем не возникает, но, например, у вас кэшбэк не засчитается. Если у вас товар уже лежит в корзине, вы активировали кэшбэк, и тогда на тот товар, который в корзине, вам ничего не начислится. Поэтому корзина должна быть абсолютно пустой. Есть разные нюансы. Здесь об этом открыто и прямо пишут. В разделе «Часто задаваемые вопросы» здесь есть прям такой раздел «Не засчитался кэшбэк». Можно посмотреть, почему кэшбэк может не засчитываться. Также почитать, как работает, как получить кэшбэк. Здесь описано, что нужно сделать, чтобы корректно им воспользоваться и корректно получить свои деньги. Давайте перейдем обратно на главную страницу и зарегистрируем аккаунт. Регистрация достаточно простая. Нажимаем на кнопку регистрации на баннере главной страницы, либо в правом верхнем углу. Для регистрации необходимо ввести электронную почту и придумать порой, либо авторизоваться с помощью социальных сетей. Нажимаем «Создать аккаунт». После регистрации, краткое обучение, выбираем то, что нам интересно. Я пропущу этот шаг. Аккаунт мы зарегистрировали. Чтобы управлять им, необходимо навести на ваш e-mail. Здесь выпадает список с пунктами меню, где вы можете, например, вывести средства. То есть нажимаете, если у вас баланс не нулевой, вы средства можете вывести удобным для вас способом. Вывод осуществляется на банковские карты, на электронные кошельки. В общем, способов много. Я думаю, вы найдете то, что удобно именно вам. Как же все-таки кэшбэк активировать и как его получить? Да, для того, чтобы регистрация прошла окончательно успешно, необходимо подтвердить почту, которую мы с вами зарегистрировали. Давайте я это сделаю. Письмо выглядит следующим образом. Первый шаг – активировать учетную запись. Второй шаг – привязать номер мобильного телефона. Тоже рекомендую это сделать, чтобы мошенники не смогли получить доступ к вашему аккаунту. Обязательно ознакомиться с тем, как возвращать деньги за покупки. Про браузерное расширение я вам скажу. И да, можно установить мобильное приложение для iOS и для Android для того, чтобы покупать, например, на Алиэкспрессе с мобильного приложения и тоже получать кэшбэк. Опять же, важный нюанс. Просто так, зайдя в Алиэкспресс на мобильном приложении, вы кэшбэк не получите. Нужно установить мобильное приложение Backit. Через мобильное приложение Backit нажать на Алиэкспресс, и тогда кэшбэк вам засчитается. Сейчас вы увидите, как это происходит в веб-версии. Давайте я активирую почту. Готово. Теперь активируем кэшбэк. Мы говорим о магазине Алиэкспресс. Опять же, наиболее выгодный, наверное, кэшбэк именно на нем. Я нажимаю в магазинах на Алиэкспресс. И первый способ активации кэшбэка – это в левой колонке нажать на кнопку «Активировать». Что произойдет, когда я нажму? Давайте я это сделаю. Меня перенаправило на сайт Алиэкспресса, но я совершил переход именно с сайта Backit по партнерской ссылке Backit. Меня перенаправило на Алиэкспресс, и все, теперь я могу совершать покупки, и кэшбэк у меня будет в защиту. Это первый способ. Второй вариант. Мы также переходим на страницу магазина Алиэкспресс на сервисе Backit. Здесь есть поле «Проверка товара». Вы можете посмотреть, какой кэшбэк вы получите за конкретный товар. У меня есть товар. Я копирую ссылку на него. Перехожу сюда и вставляю. Нажимаю «Узнать кэшбэк». Обратите внимание, что вам необходимо удалить данные .html. Начиная с вопросительного знака, мы выделяем все остальное, удаляю и нажимаю «Узнать кэшбэк». Здесь мне показывается процент кэшбэка. Далее я нажимаю на кнопку «Купить с кэшбэком». Меня точно так же перенаправляет на сайт Алиэкспресса, и я могу совершать покупки уже с кэшбэка. Это следующий вариант. И последний вариант – это установить браузерное расширение. Давайте вернемся на сайт Backit, на главную страницу. Спустимся чуть ниже. Здесь есть баннер «Браузерное расширение». Нажимаем «Подробнее». Для демонстрации немного расширю экран. Что позволяет браузерное расширение? На самом деле очень удобная вещь. Вам не нужно будет каждый раз заходить на сайт Backit, заходить в магазин Алиэкспресс, нажимать кнопку «Активировать» и так далее. У вас всегда этот кэшбэк-сервис будет под рукой, а в частности, если говорим про браузер Google Chrome в правой верхней панельке. Сервис автоматически определил мой браузер, поэтому предлагает установить расширение именно для Google Chrome. Если вдруг не угадал сервис, вы всегда можете установить расширение для других браузеров. Я нажимаю «Установить для Chrome». Перехожу в официальный магазин расширений от Google. Нажимаю «Установить». Плагин у меня успешно установлен. Найти его можно, нажав на вот эту иконку. Backit. Давайте закрепим его. И нам нужно войти в аккаунт. Давайте это сделаем. Готово. Что делать теперь? Теперь мы переходим на сайт Алиэкспресса. Не обязательно сначала заходить на сайт Backit. Вот просто мы зашли на сайт Алиэкспресса. Например, на главную страницу. Справа вверху вы видите значок сервиса Backit и зеленую галочку. Это означает то, что на данном сайте возможно включить кэшбэк сервис. Нажимаем. И нажимаем на кнопку «Активировать кэшбэк». У меня страница перезагружается. И теперь я, покупая на Алиэкспрессе, буду получать возврат своих денег. Если вы вдруг зашли на другой сайт и увидели данную галочку зеленую, вы можете также активировать кэшбэк и также получите деньги. Но даже если галочки нет, вы всегда можете нажать и проверить, а действительно ли здесь нет кэшбэка. Дальше все свои транзакции вы будете видеть в личном кабинете сервиса Backit в разделе «Мои заказы». Здесь списком они будут отображаться. И на самом деле все. Вот так просто можно экономить, вот так просто можно дополнительно получать деньги. Не дополнительно, а по сути возвращать часть своих, но тоже приятно. Сервис еще раз называется Backit. Все полезные ссылки будут в описании под данным видео. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Ставьте лайк данному видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выход новых видео. Еще раз спасибо. Пока.